Друзья, давненько я гонялся за этой машиной. В моем понимании это один из лучших седанов в мире Turbo Arista. И один из лучших этот седан именно благодаря двигателю, потому что сюда ставился второй Turbo Jay. Turbo Jay это великолепные двигатели, это просто вершина всего, что можно придумать прекрасного из рядных шестерок. Если вам кто-нибудь скажет, что Turbo Jay плохой мотор, вы просто сразу же понимаете, что человек не разбирается в моторах. Эти моторы настолько классные, что все представители автомобильного спорта это приняли за факт и в половине карчей стоят именно Turbo Jay. В нашем случае стоит второй Turbo Jay, а если вы не в курсе, то второй Turbo Jay стоялся только на Toyota Supra и Toyota Arista. То есть Toyota Arista единственный в мире седан, на который с завода ставился второй Turbo Jay. Поэтому этот седан я лично считаю одним из самых лучших. И карчестроители в свои ведра предпочитают брать Turbo Jay именно с Arista. Во-первых, их больше, а во-вторых, когда вы берете второй Turbo Jay Supra, ну как бы Supra спортивная машина, там двигатель уже по умолчанию отжатый, на нем дубасили, его надували, строили и так далее, несмотря на его ресурс. Нужно все равно брать изначально хороший двигатель. Arista это все-таки бизнес седан, на нем не так наваливали, поэтому среди Turbo Jay самое лучшее взять именно с Arista, потому что здесь более лояльное к нему было отношение. В нашем случае Jay еще в околостоковом состоянии по уровню постройки Jay-Z. То есть у нас все еще две трубинки. А как правило в такие моторы ставят одну большую сингл. У нас при этом, у нас небольшой бустап, очень небольшой, но двигатель все равно не нагруженный. Почему? Потому что он разгружен термически. Как это правильно сказать? В общем, у него стоит хорошее охлаждение. У нас стоит большой радиатор, у нас стоит кулек большой, у нас стоит масляное охлаждение коробки, дополнительное охлаждение масла двигателя. То есть такое вот отношение лояльное к мотору позволяет ему проезжать просто какие-то огромные пробеги. И сейчас многие эксперты скажут, а что необычного в этой машине? Ведь это по сути обычный турбовый диван от Toyota. Но нет, он от всех очень сильно отличается. А едет эта машина совершенно не так, как привычно вот в остальные все турбодиваны. Потому что здесь 3 литра турбированных, а не 2,5, как в первом J. Казалось бы, ну добавили они пол-литра, ну и что, все равно те же самые 280 лошадей. Однако за разгон отвечает момент. А момента здесь больше. Этому двигателю намного проще толкать машину, сколько бы она не весила. А Arista, надо заметить, нифига не легкая. В этом случае объем реально решает. То есть эти пол-литра дают двигателю совершенно другой какой-то уровень. И это прикольно, слушайте. Блин, какой кайф. Вот те, кто любит турбоджей, вам обязательно нужно прокатиться на втором турбоджее. Потому что ощущения абсолютно разные. Кто бы вам что ни говорил. Да, он дороже в обслуживании. Да, он дороже при покупке. Дороже в тюнинге и так далее, и так далее. Но это совершенно другой двигатель. К этому всему прилагается еще и прекрасная коробка, которая справляется с мотором вообще без проблем. То есть она реально надежная. К ней продаются прямо-таки пакетные улучшения, чтобы вы могли спокойно бустапить этот двигатель. Коробка, чтобы она там держала около 500 лошадей, там стоит пакет этот 1040. Потом идет около 60 тысяч на 800 кобыл, что-то около того. Но и совершенства нет предела. Вы можете вообще ее полностью перебрать, и она будет держать. То есть эти моторы делают на 1000 плюс без проблем вообще. То есть это не где-то какие-то сказки, это абсолютно нормальный опыт, когда из второго Турбо Джея вытаскивают больше 1000 лошадиных сил. Абсолютно бешеный мотор, абсолютно ресурсный. Причем его умеют делать, да. То есть это вам не какой-нибудь там ГЗ, который никто в жизни практически не видел, да. И что это такое вообще не знает. Вообще есть люди, которые почему-то считают, что один ГЗ это два Джейзета, приведенных к одному колену. Хотя с Джейзетами этот мотор вообще ничего общего не имеет. Со вторым GM дела обстоят намного лучше, его более-менее уже умеют строить. Это радует. Значит, еще что мне понравилось. Ой, ой, как мне нравится. Мне вот это нравится. Прямо хорошо. И вот мне нравится вот это переключение. Переключение у нас на руле как вверх, так и вниз с каждой стороны есть. То есть у нас под каждую руку есть две кнопки переключения передач. Можно этой рукой вот так вот ездить переключать, можно этой переключать. Вообще без проблем. Насколько все удобно. Но вот реально же нравится. Единственный косячок, пожалуй, это тормоза. Потому что стоковые тормоза, они ее не особо останавливают. Машина тяжелая, машина бешеная, вы будете ездить на ней весьма так агрессивно. Поэтому тормоза лучше поменять. Здесь стоят тормоза Греди. Стоят они бэушные соточку. Это не по GDM. Это не true. Соточку в тормоза это не true. Но зато они бесподобно тормозят. Есть GDM вариант. Поставить сюда тормоза от Цельсиора. Цельсиор, как вы знаете, это главный поставщик тормозных систем на вашей корче. Во всех машинах, кроме Цельсиора, должны стоять цельсиоровские тормоза. Цельсиор единственная машина на планете, в которой все нормально с завода. Все остальные ставят от Цельсиора. Почему? Потому что они реально хорошо тормозят. Причем им вообще по барабану сколько эта машина весит. Они просто хорошо тормозят. И стоят они в круг, ну где-то там можно за 14-15 найти. Опять же, если знаете, как искать. И машина становится уже реально бесподобным бизнес-классом, который шикарно рулится. Рулежка, друзья, она колоссально отличается от любого другого турбодивана заднеприводного от Тойоты. Почему? Во-первых, у нас стоят уже типа новые стоечки ТЭМС. У нее нет привычной кнопочки ТЭМС, которая переключает комфорт, спорт и так далее. Здесь компьютер следит за каждой стоечкой. И сам регулирует их в зависимости от того, что происходит вокруг. В зависимости от скорости, в зависимости от поворотов. То есть в повороте он затягивает, скажем так, одну сторону машины, чтобы исключить крены. Плюс к этому, что особенно выделяет Аристу от других турбодиванов, это подруливающая задняя подвеска. Причем, что интересно, задняя подруливающая подвеска стоит на Аристе, а на ГСе подрамник уже без нее. И некоторые ставят специально на Аристу подрамник от ГСа, чтобы можно было чуть-чуть вальнуть бачком. Почему? Потому что если вы пытаетесь валить бачком на машине, у которой подруливающая задняя подвеска, вы рискуете разбить свою машину. Очень это актуально для Skyline. Вот Skyvody, которые не ставят High-Cass Killer, у них сзади подвеска на High-Cass, там тоже речка, все там подруливает, все хорошо. И получается в такие моменты, они подходят к повороту, нажимают газ в пол, пытаются выставить машину боком. И в этот момент задняя подвеска начинает срабатывать и заруливать в поворот. И получается, что вместо того, чтобы выставиться боком, они на газу входят в этот поворот и упираются куда-нибудь в бордюр, в забор или еще что лучше, в столб. Поэтому на этой машине нужно просто с комфортом перемещаться по городу, всегда понимая, что под ногой есть педаль газа, в которой спрятана просто колоссальная мощь и колоссальный момент. Но валить боком на ней, это как бы чревато последствиями. И вот это вот все вместе, в совокупности, вот эта потрясающая рулежка, потрясающий комфорт и безумный двигатель, он дает вам нереальные ощущения. То есть вы едете на расслабончике, так вот, в типа бизнес-классе, но типа у вас бешеный мотор. То есть вы едете и осознаете свое превосходство над всем вот этим потоком. Потому что вокруг вас машины, как правило, либо быстрые, но не такие комфортные, либо комфортные, но не такие быстрые. Вопрос, а сколько эти машины стоят? Значит, атмосферные версии стоят, где-то начинается от 300, но это такие, уже подушатанные. Более-менее хорошую вы купите, ну, прямо вообще, вот хорошую вы за полляма смело купите. То есть можно даже за 450 найти. Если вы хотите именно турбированную версию, то, ну, недавно вот нам рассказывает, человек купил за 650, прямо реально хорошую. По поводу запчастей, значит, это вечная тема у меня в комментах, я говорю, что на пруле все стоит копейки, и тут же начинаются экспертные войны в комментах, а где ты такие цены берешь? Друзья, вы просто не умеете, видимо, искать запчасти. Объясняю, как делает типичный эксперт? Ему нужна фара на Аристо, он прямо в Питере ищет фара на Аристо и удивляется, что как же так она стоит 20? Вот так, это же GDM, должно же быть все копейки. А как делать нормальный человек? Он заходит на Авито, но не в Питере, а заходит на Авито, выбирает город Владивосток и смотрит цены на ноускаты. Что такое ноускат? Это когда перед машиной отрезан, то есть бампер, решетка радиатора, ну, весь телевизор со всей навеской на него. То есть там радиаторы будут, фары все будут, все будет, все в сборе. И на эту машину можно найти ноускат, ну, за 15 тысяч вообще смело. Плюс несколько тысяч на доставочку, и вы в Питере имеете целиковый практически перед. Вы берете себе фару, а все остальное продаете вот этим же самым экспертам за 20. Причем фару вторую за 20, еще бампер за 20, еще радиатор за 10. В результате вы привезли себе фару и заработали на этом кучу бабок. Так делают нормальные люди, так зарабатывают на экспертах. Вот, поэтому я вас прошу, не когда я вам говорю, что на машину, вот дверь вот эту водительскую, ее можно купить за 3 тысячи рублей в сборе, вот полностью с обшивкой, со всей электроникой, которая внутри есть, со стеклом, вот с кнопочками. Поверьте, ее можно купить за 3 тысячи рублей плюс доставочка. При этом Авито вас выручает практически в любой ситуации, если знать, как этим всем пользоваться. Смотрите, допустим, вы хотите купить себе бушную машинку, но не знаете ее историю, а хотелось бы узнать на самом деле. У Авито есть отличный сервис, называется Автотека. В чем заключается суть? Они собирают инфу из всех возможных источников по машине. Вы забиваете ВИН и видите практически всю ее историю. Они берут информацию из ГИБДД о всяких авариях, административных всяких правонарушениях, о всем чем угодно. Из нотариальных каких-то источников всю кредитную историю, то есть если машина там в кредите или что-то там, с ней какие-то проблемы, ограничения и так далее. Вы это все видите. Видите данные из официальных сервисов. То есть вы можете проследить абсолютно все, что ломалось, все, что чинилось в этой машине, как, где чинилось, машина билась или не билась. Она вообще может быть в аресте находится. То есть Автотека дает вам всю полную инфу. Вот это вот реально классно. Ссылочку на эту штуку всю полезную очень я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, значит, салон. Во-первых, у нас должен уезжать руль. Но он у нас не уезжает. У нас с электрорегулировками все, все огонь. Вот он ездит вверх-вниз. Соответственно, когда ключ вынимаем, руль должен уезжать. В данном случае он не уезжает. Скорее всего, это связано с тем, что здесь был в родную проводку врезан турботаймер. И что-то пошло не так, что-то электрике не понравилось. Руль должен уезжать вот туда, когда вытаскиваете ключ, чтобы вам было удобнее выходить. И, соответственно, когда вы садитесь в машину, вы вставляете ключ в замочную скважину. И руль подается к вам на изначальное местоположение. Сидение прекрасное. Здесь могли быть еще с подогревом. В остальном, по материалам, вообще никаких нареканий нет. Везде прекрасный пластик. Здесь вот он мягкий. На ходу ничего не скрипит. Все хорошо. Строчечка везде хорошая. То есть, нигде кожа не протерлась, не проперделась. Ну, прямо золото. Здесь тоже на дверях мягкий пластик. Здесь вот еще и кожей... Это же кожа сверху, да, получается у нас? Кожей сверху покрыт. Вот этот. Нет, это пластик, который я отформ... Таким этим самым. Слушайте, короче, пластик, который выглядит как кожа. Вот это нравится, да. Значит, здесь мягкий пластик. И до самого низа у нас мягкий пластик. А здесь у нас пистолет. Пистолет я трогать не буду. Никогда не трогайте чужие пистолеты в машинах. Никогда не знаете, где они всплывут завтра. А пальчики ваши будут на нем. Значит, все, больше здесь ничего интересного нет. У нас стоит двухзонный климат. Но сама посадочка, она просто-просто великолепная. Вот безумно нравится. Круиз-контроль, здесь всякая фигня. Часики, чмасики. Единственное, что отличает, опять же, эту машину от всех других японских турбодиванов, это приборная панель. То есть она совершенно другая, она ни на что не похожа. Вот здесь вот три таких колодца туда вниз идут. Выглядит интересно. То есть, когда вам уже приелись вот эти однообразные, очень хорошие, но все же однообразные приборки с маркообразников, с краунов и так далее, и так далее. Вы заходите в салон другого японского турбодивана, и вас встречает другая приборка. Это всегда воспринимается категорично. То есть кому-то категорично нравится, кому-то категорично нет. Потому что, типа, ну не то, как у всех. Это нормально. Мне вполне вообще доставило. То есть приборка понравилась. А задний диван у нас при этом большой. Лазить туда не буду. Просто, поверьте, от большой задней стеклоподъемнике с автодоводкой по центру есть подлокотник. Все, что вам нужно знать. Салон в целом достаточно огромный. И у нас неплохой еще багажник этому всему. Но самое главное, что вот этот весь объем очень хорошо зашумлен. Шумка в тачке шикарная. Что интересно, в этой машине шумка сделана лучше, чем в Лексусе. Что подозрительно. Потому что Лексус это же, типа, премиум. Это же, блин, вам не это самое. А тут оказывается... То есть человек, владелец этой машины, он разбирал... Он занимается автозвуком. И у него он разбирал и эту машину, и Лексус разбирал ГС. И он говорит, что, типа, в Аристе шумка лучше сделана. И вообще по звучанию. Смотрите. У нас здесь стоит с завода система JBL. А в ГСе стоит Пионер. И JBL звучит вот как-то здесь получше. Единственный косячок заключается в том, что в данной машине была украдена вся музыка. У нас стоит сейчас какая-то китайская временная голова, которая ни черта не отыгрывает. Но с завода, вот здесь вот динамик, в дверях динамики, сзади усилитель и сабвуфер. И звучало это все с завода прямо шикардос. Друзья, бесподобная машина. Абсолютно бесподобная. Безумно понравилась. Но это второй турбоджен. Не может не понравиться. Это то ощущение, когда ты едешь на бизнес-классе и понимаешь две вещи. Первое. Ты можешь наказать почти весь поток. При том, что у тебя бизнес-класс. И он в стоке практически. И второе. Это достаточно старый уже бизнес-класс. Но он не сломается ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Потому что он безумно надежный. Это вот камень в огород Мерседеса, который тоже очень крутые. Да, там когда-то пятилитровые ехали, да полноприводные. Да все хорошо. Но они все сломались, когда слетели с гарантией примерно. Эта машина, она бессмертная. И вот за это люди, которые разбираются в машинах и уважают GDM. В общем, вот все, что я вам хотел сказать на эту тему. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Увидимся. Друзья, такой некий постскриптум. Бывает такое иногда, когда на тесте берешь тачку, расскажешь, рассказываешь, рассказываешь. И вот пока ты снимаешь тест, ты им проникаешься этим автомобилем. И вот этот послевкусие остается. Вот когда ты уже, все, нужно расставаться с машиной, тест закончен. А тебя вот только сейчас вштырила тачка. Вот это тот самый момент. Вы не представляете, я не хочу из нее вылазить. Она настолько классная. Вот мы перевели коробочку в Power. Мы же как Шамайчи прямо будем. И встали в пробку. Это абсолютно нормально. Мы же в Питере. Облов-то как красиво звучит, а? Ну, прямо, прямо вот сказка. И снова пробка. Но на этой машине можно, знаете, между полупробками так прыгать. То есть вот квартальчик прыгнул вперед, пробка немножечко вот рассосалась в середине квартала. Прыгаешь вперед. Потрясающе прыгает вперед. Это я даже не нажимаю в пол. Это вот полпедали. Ой. Что-то она вообще бешеная. На ней в потоке в пол страшно давить. К тому же у нас сейчас скользко на дороге. Скажем так. У нас что-то там плюс 2 где-то, наверное, на улице. И днем дождь шел. То есть у нас мокро и скользко. А мы на летней резине. И в пол жать тупо страшно. Безумная машина. Абсолютно безумная. Желательно, конечно, для летней эксплуатации. Потому что зимой вы не реализуете ее мощь, во-первых. Потому что вы будете тупо буксовать на месте. А во-вторых, это уже немножечко опасно. И вы не получите. Ну, просто тупо вы не реализуете эту машину зимой. Летом сплошное удовольствие. Зимой страх и ненависть. Вот она поехала. Ё-моё. Это пол педали, парни. Пол педали. Игорь. Летавиен. Продолжение следует...